Четвертые сутки. Врачи в Екатеринбурге, в первой областной клинике, борются за жизнь 18-летней Екатерины, которая в субботу в парке Оленьи Ручьи под нижними сергами сорвалась со скалы и покатилась вниз с 40-метровой высоты в ущелье. Она летела, как мячик, ударяясь о скалы. Это был кошмар до сих пор, на душе осадок, сообщил в комментариях один из очевидцев. Катя с друзьями приехала из Магнитогорска, чтобы побывать на Карстовом мосту и полюбоваться природными красотами. Когда девушка шла со своим парнем по узенькой пешей тропе с мотровой площадки, она, вероятно, оступилась и свалилась со скалы, но не в сторону реки, уточнили очевидцы, а в провал с противоположной стороны, там, где дыра, как труба, уходящая в пещеру. Падая, несчастная хваталась за камни и метров 15 кубарем катилась вниз по скале до дна ущелья. Женщины из группы туристов схватились за мобилы, чтобы вызвать скорую из райцентра и вертолет. Мужчины развели дымный сигнальный костер. Родственники и очевидцы сообща подготовили плод, чтобы, когда приземлится вертолет, можно было покалеченную Катю на другой берег переправить. Как позже сообщил в комментариях порталу Е1 врач санавиации Станислав Киселев, пока диспетчер записывал детали и координаты, он позвонил пилоту, чтобы тот борт готовил. И часа не прошло, как вертолет приземлился на расчищенной отзывак поляне. Местных докторов с подстанцией скорой помощи Нижних Серег на лодке переправили к пещере. Им во след прибыла и бригада врачей Центра медицины катастроф. Катя была в сознании, но сильно покалечена. У девушки оказались сломаны ноги и было подозрение на перелом позвоночника и костей свода черепа. Минут через 40 девушку на плоту переправили на другой берег и погрузили в вертолет. К сожалению, первоначальная версия о травмах после КТ в областной клинике подтвердилась, уточнил в комментариях городскому порталу анестезиолог-реаниматолог Станислав Киселев. В ночь на воскресенье ее дважды прооперировали. Сейчас состояние туристки стабильно тяжелое. Прооперированная пациентка в реанимации. Продолжение следует...